Теперь наши шины делают машины на Яшезе. Открылся новый цех, где будут изготавливать грузовые шины. Оборудование завезли из Словакии, рабочих обучают. Опять же иностранцы, а вот сырье свое, то есть отечественное. Елена Третьякова увидела производство нового поколения. После варки в вулканическом отделе цеха шина станет полноценной одеждой для колеса. Это не сцена из фильма о далеком будущем, таково настоящее Ярославского шинного завода. Здесь открылось новое производство. Посмотреть на свежий цех приехали руководители области. Цех по изготовлению грузовых цельнометаллокордных шин был оснащен с нуля. Старыми от него остались только стены. Правда, на закупке оборудования отечественного производителя поддержать не удалось. Конвейеры здесь все иностранные. Однако большая часть сырья все же российская. Техуглерод, например, из самого Ярославля. Производство здесь почти полностью роботизировано. Вот такой автомат делает бортовые кольца и крылья будущей шины. Одна машина заменяет пять рабочих. Переоборудование обошлось компанией «Кордиант», в которую входит Ярославский шинный завод в три сотни миллионов долларов. По прогнозам главы холдинга Дмитрия Сокова, затраты уже себя окупают. В год из нового цеха ЯШЗ должно выходить 650 тысяч шин. В ближайшее время мы освоим полный ассортимент, где будет 36 типоразмеров. И планируем в 2015 году уже полностью выйти на проектную мощь по этому проекту. Создание нового цеха стало возможным в основном при поддержке руководства региона. Сейчас шинопроизводство входит в областной инвестиционный план. Это лучшее с точки зрения технологии сборки шин, с точки зрения оборудования, с точки зрения культуры производства. Мы имеем реальную перспективу сохранения этого производства и тем более сохранения на качественно новом уровне. Не так давно холдинг «Ордиант» инвестировал больше 17 миллиардов рублей в свои производительные площадки в Омске. Развитие Ярославского шинного завода – планы тоже с большой перспективой. До 2020 года. Для производства нового поколения уже растят новое поколение специалистов. В планах ими должны стать выпускники химико-технологического факультета Ярославского техвуза. Елена Третьякова, Михаил Орлов. И, кстати, скоро новая продукция Ярославского шинного будет востребована автолюбителями. Пора переобувать авто. День жестянщика назначен на четверг. Ночью ожидается минусовая температура. Синоптики предупреждают о гололеде. Столбик термометра вряд ли преодолеет 5-градусный рубеж. Возможен даже снег.